Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня пришлось сейчас снимать второй видеоролик на тему белокрылка, как ее уничтожить народными средствами. Я когда день назад выложила этот, ну как видеоролик, по простоте душевной, хотела людям помочь, тут разразился такой спор вокруг этой темы. И не только спор, некоторые двух пользователей вообще пришлось удалять, блокировать, потому что такие негативные высказывания, сейчас расскажу, за что удалила, и расскажу поподробнее о этом рецепте, откуда он взялся, и можно ли его применять со скипидаром, многих волнует, не вредно ли это. Я сейчас все подробно расскажу и дам вам научное обоснование, как некоторые требуют. Вот сразу же пришло. Наверное, ваша знакомая посмотрела канал про цветок, который ведет биолог Иван Русских, он дал тот же самый рецепт. Я не видела, конечно, его видео, но когда мне... Ой, ой, извините, Сажик, кошка такая вездесущая. Но когда мне второй, а потом третий человек написал, я Анастасия ответила, что у этой женщины, которая мне дала рецепт, нет интернета, еще в прошлом году она все это делала, и всегда скипидаром пользовались, как оказывается. Но тут еще уже одна ответила, а, началось-то, потом ответил, вот этот Алексей, еще одна Люда ответила, почему-то это вы такие свои, вот эти сокровенные рецепты вытаскиваете сразу на следующий день после видеороликов вот этого Ивана Белорусского. Я вообще никакого это Ивана никогда не смотрю, я не понимала, в чем дело. Но когда мне уже Алексей написал, что вы занимаетесь плагиатом, это некрасиво, если у вас своих там никаких мыслей нету, ну, все такое прочее, я сравнил, он проскипидар и вы проскипидар. Я когда Алексею ответила, я говорю, ну, вам если делать, нечего сравнивать вот эти два видеоролика, всех авторов, смотрите, сравниваете, я посмотрела, говорю, его видеоролик, у него проскипидар вообще вскользь упомянуто, он какие-то там эфирные масла, 6 или 8, я ему ответила, вот Алексею пишу, Алексей, хотя у меня очень мало времени, специально посмотрела это видео Ивана, у него совсем другой рецепт, очень сложный, многокомпонентный, с применением различных аптечных эфирных масел, он его делал не на основе скипидара, и это правда, а скипидар и упомянул вскользь, и если вам достаточно этого для обвинения меня в плагиате, то мне вас жаль, значит, вам больше нечем заняться, как смотреть видео разных авторов и сравнивать их. И извините соседку мою тетю Веру, а он как сказал, почему тогда ваша соседка не выложила в интернет в прошлом году еще рецепт, только нынче, только после этого Ивана, но я говорю, извините соседку тетю Веру за то, что она в прошлом году не выложила свой рецепт в интернет, чтобы потом доказать вам, что это не повторение рецепта белорусского вот этого паренька, она не пользуется интернетом, у нее его просто нет, он не нужен. Он мне такой ответ написал, после чего я его заблокировала, пишет, конечно, у вас интернет есть, у них интернета нет у тети Веры, это ж надо так лукавить, какую-то тетю Веру придумала, но сразу бы призналась, да, своровала рецепт у Ивана, что он вот больше, более такой известный, стало завидно, и вообще вы пишете, что не отвечаете на вопросы, потому что нет времени, у вас времени полно, по пять роликов снимаете каждый день, а не отвечаете, потому что вам сказать нечего, вы безграмотный, не профессионал, не знаете вообще ничего. Я была в шоке, и я, конечно, его удалила, я говорю, у вас столько желчи, я даже общаться с таким человеком не хочу, но сейчас вот именно про этот, про яблоко раздора, из-за чего весь поднялся этот сыр-бор, он мне написал, он мне целую страницу исписал, жалко, что я ее не скопировала, я весь перелопатил интернет, нигде даже упоминаний нет, что с кипидаром можно вот этих, ну, насекомых уничтожать, вредителей, все. Я очень удивилась, потому что я хорошо помню, что я об этом читала, и сейчас вот еще два комментария прочитаю, и тогда перейду к той статье, которая нам как раз все это объяснит, расставит точки над И, расставит все по своим местам. Вот тут женщина одна пишет, что Оля, при всем моем уважении к вам, подумайте, томаты опрыскиванные с кипидаром, и в рот таких томатов не хочу, вам не советую, минимум можно получить сильнейшее расстройство желудка, эти томаты будут есть дети, потом люди недоумевают, почему в трыск больные, короче, вот так, и потом уже ей кто-то тут ответил, ну, кому интересно, почитайте комментарии, она пишет, привожу цитату из Википедии, без сокращения изменений, что вот свойство живичного скипидара, скипидар является органическим веществом, обладающим умеренной токсичностью, ну, короче, тут она привела какие-то выдержки, и написано, что может привести к летальному исходу. Всё, вот сейчас я комментарии, я больше не буду читать, закрываю, я сейчас прочитаю вам научную статью из патентного отдела, люди же ученые работают, и хоть вот этот Алексей Левашов написал, что я украла у этого Ивана, белорусского преподавателя, который читает вам лекции, многого там его уже превратили в своего кумира, что это все его изобретения, вот, открываем, поиск патентов изобретений Российской Федерации, и тут среди всех прочих есть запатентованное именно это средство, но другим человеком, ученым, автор патента Макеев Б.А., а не русских, так что у русских я ничего украсть не могла, у него нет этого рецепта, и это не его патент, но это не в том дело, я хочу всем остальным объяснить, вот, кто может быть боится, что он токсичный или что-то, давайте я вам несколько немного прочитаю, вот, с этой научной статьи, использование вот этого запатентованного средства, которое, если его запатентовали, значит, оно прошло испытание, изобретение относится к области сельского хозяйства, может быть использовано для защиты растений от паутинного клеща, различных видов тли и белокрылки, это как раз вот то, о чем мы говорили, от белокрылки, сущность, предложены средства для защиты сельскохозяйственных культур, от вредителей, которые имеют следующий состав, скипидар живичный, о котором я и говорила, потом поверхностно-активное вещество, аммиак, эфирный концентрат, растительное сырье, в виде водного настоя, в следующих соотношениях, скипидар живичный, не больше 15%, то есть это как раз то, что если вы посмотрите мой видеоролик, там я сказала, что больше полтора литра на 10-литровое ведро применять нельзя, вот это, вот тут прям слово в слово, это и есть, что не более 15% скипидара, понимаете 15% это сколько, если 10 литров, значит полтора литра это 15%, и я сказала, что начинать лучше с 5%, это то есть бутылка на 10-литровое ведро, 500 граммовое, если много у вас, то 10% это литр на 10-литровое ведро, а вообще допускается до 15%, вот написано, это запатентованное средство, которое прошло испытание, полтора литра скипидара на ведро 10-литровое, это приемлемый состав, ну и дальше тут написано аммиак, вот то же самое, что он добавлял, потом вот этот эфирный концентрат, он туда масла-то вот эти вселил, потом водный настой растительного сырья, вот он про полынь говорил, ну короче, то же самое, слово в слово, что он говорил, уже давно существует такой патент, изобретение относится к области сельского хозяйства, может быть использовано для защиты растений от вредителей, в частности от паутиного клеща, и вот тут еще вам прочитаю немного, очень важно, исключительно важное значение в борьбе с вредителями сельского хозяйства, имеет своевременное и быстрое приведение всех необходимых мероприятий, вот известно, что для борьбы с вредителями применяется какой-то вот тут раствор кинопрын, написано, что он приводит к снижению, но тут написано, что является токсичным веществом, которое загрязняет почву, также поражает не только вредители, ну и, короче, все-все-все, и наиболее близким решением, вот из известных к тому патенту, про который я говорю, являются способы борьбы с вредителями овощных культур, которые являются экологически чистыми, и состоит в том, чтобы использовать настой растительного сырья, то есть луковые шелухи, чеснока, дуванчик, я про многие из них говорила, что чесноком можно отпугнуть этого паутиного клеща, белокрылку, что они, будет дезориентация, они уже не полетят к вам, известно использование настоев полыни горькой, приготовлением путем кипячения в течение 10-15 минут, листьев в небольшом количестве воды, про это он тоже в своем ролике говорил, это вот скорее всего он, наверное, вот отсюда украл, недостаток использования данных экологически чистых веществ состоит в недостаточной их эффективности, из-за чего значительно снижается вот эта продукция, ее качество, то есть русским языком, если вы будете только полынию, или только луковой шелухой, или только одуванчиком, или всем, например, по очереди, это надо будет делать очень часто, пишут даже через день, через два, только тогда вы сможете, короче, постоянно, чтобы растения были в этих настоях, это неэффективно, пропустите одно-два опрыскивания, и снова начинается, ну и вот, а техническим результатом применения вот этого, запатентованного средства, является практически полное, стопроцентное уничтожение вредителей, в том числе таких, как паутинный клещ для и белокрылка, даже при однократной обработке, вот смотрите, из-за чего я вам все это читаю, ну тут все расписано, сколько, чего, это не так важно, дело в том, что многие люди, после того, как я сказала про скипидар, хотя он считается народным средством, я специально сегодня посмотрела, у Юлии Меняевой, она там клубнику им обрабатывала, хоть этот Алексей Левашов и написал, что нигде про скипидар не видел, это неправда, он соврал, он соврал, просто не знаю, чтобы меня как-то принизить, вообще мне очень интересно, вот заходит человек на канал, если он увидел два ролика, видеоролика, один, например, российский автор, другой белорусский, и чем-то они схожи, почему именно нужно белорусского паренька, вот как-то приподнять, возвысить, а нашего русского автора, в данном случае, меня как-то унизить, оскорбить, там, что ли только я не услышала, вы ничего не знаете, вы ничего не умеете, вы у него все воруете, эти рецепты, они ходят по интернету, туда-сюда, и у них редко, когда есть авторы, вот здесь вот я нашла авторы, что это вот автор, этот вот, Макеев, ну, когда, вот, например, а я посмотрела три дня назад, этот белорусский преподаватель рассказал, как с паутинным клещом бороться, и повторил все то, что я говорила уже две недели назад, и про фитоверм, и про карбофоз, и про все на свете, это что значит, что он у меня украл, нельзя так вообще относиться, я вообще всех вас спрошу, если вы увидели какую-то схожесть в моем ролике с чьим-то, и в чьем-то ролике с моим, это не значит, что кто-то у кого-то украл, эти рецепты ходят годами, десятилетиями, одни и те же, если я сказала, что нужно, например, вот так удалять листья, и посынковать вот так, а кто-то до меня уже это говорил, но это же не значит, что я у кого-то украла, но это просто как с опытом приходит, если люди одними и теми же средствами пользуются, одними и теми же методами, очень к ним приятно, когда пишут с добрым сердцем, с душой выложишь все, что знаешь, постараешься найти информацию, прочитать, рассказать, а тебе говорят, ой, начали плагиатом заниматься, да, вы пошли не тем путем, и что это вы свои сокровенные рецепты только после видеороликов этого белорусского выкладываете, да я не слежу за ним, вы поймите, не надо писать таких комментариев, зачем, испортите настроение человеку на весь день, вам вот это его легче станет, ну, я закончу тем, что вот кто боится применять скипидар, вот там девушка написала, что смертельный, летальный исход, но вот видите, вот тут я не буду все читать, может, кому интересно прочитать все, все проводили испытания, он считается вот это вот, скипидар живичный, экологически чистым, и не таким уж он, и, ну, короче, я веду к тому, что вот это вот действительно рецепт с научным обоснованием, с испытаниями, запатентованной, использование скипидара в борьбе с вредителями, так что, если у кого-то уж сильно такая ситуация, как говорится, что или вредитель ваш урожай весь по, ну, уничтожит, или вы будете применять вот это средство, то, конечно, лучше применить, если уже ничего не помогает, говорят, что с белокрылкой вообще очень сложно бороться, не дай бог, конечно, никому, но у каждого свое мнение, вот кто-то написал, что это вредно, кто-то написал, что я буду обрабатывать, просто боятся про рецептуру, конечно, если вы сомневаетесь, лучше сравните действительно несколько источников, два, три, четыре, там какие-то отзывы, я всегда говорю, что никогда не слушайте одного видеоблогера, и вот видите, как получается, все, как понравился он им, этот белорусский преподаватель, они смотрят ему в рот, верят ему, и теперь начали наших всех, как, нехорошее слово обсирать, ну, как-то загаживать, вот все, что мы не скажем, все им не нравится, вот этот белорусский учитель, он лучше всех, он правду говорит, а вы все воруете, это неправильное отношение, не надо так делать, не надо обижать других людей, и даже если вы подумали, ну да, вы подумали, например, ой, да она у него слезала, у него посмотрела, зачем об этом писать и унижать человека, портить настроение, оставляйте свое мнение при себе, тем более, как оказалось, что оно неправдивое, и почему-то люди высасывают, из пальца, и вываливают, все, вот придут на чужой канал, нагадят и уйдут, ну все, до свидания, я ему сказала, что я человек такой, на вас, на меня ваши выпады не действуют, но удалите, я его все равно удалила, потому что пишет и пишет, ой, я считала вас искренним таким человеком, а вы занялись воровством, да не признаетесь, лучше бы признались, да украла, но это ужас, это ужас, все, Алексею Левашову привет, хорошо, что вас больше нет с нами, и, Субтитры сделал DimaTorzok